Колодцы ремонту не помеха. В Самарской мэрии планируют обязать сетевые компании за свой счет заранее ремонтировать люки на дорогах. Это позволит ровно укладывать асфальт, избегая быстрого разрушения полотна. На это обращают внимание и автомобилисты. Свои замечания они присылают в МБУ дорожное хозяйство. Сотрудники ведомства не только реагируют на жалобы, но и контролируют процесс ремонта от начала и до конца. При выезде на место куратор проверяет подготовку оснований под розлив битомной эмульсии, температуру смеси, количество механизмов, работающих на данный момент, установку дорожных знаков, ну и, самое главное, технологию укладки асфальтобетонной смеси. Эксперты только за этот дорожный сезон взяли более 300 тысяч проб уложенного асфальта, так называемые керны. Их тщательно исследуют в лаборатории, проверяют, насколько толщина всех слоев покрытия соответствует заявленным параметрам. Проверку не прошли только 2% всех взятых проб. По сравнению с прошлым годом подрядчики стали работать в два раза лучше, отмечают в мэрии. Но это не повод ослабевать контроль, скорее наоборот, уверен Олег Фурсов. Понятно, что брак бывает. Вопрос в том, какие пределы этого брака. Если это десятые доли процента, я думаю, что это терпимо. Если же это выходит за какие-то другие параметры, значит, надо четко смотреть, кто у нас делает дороги и с такими подрядчиками расставаться. И мы с вами понимаем, что брак мы не принимаем, во-первых, к оплате, во-вторых, заставляем переделывать за свой счет дорожные компании. А за этим тоже должен быть контроль. Дороги для людей, а потому принимать их должны и общественники, говорит мэр Самары. В комиссию по контролю нужно обязательно включить горожан. Марина Матвеевична, Дмитрий Мешканцов. События.